Всем привет! Сегодня продолжается серия обзоров на жидкость с LVN Con И сегодня мы посмотрим на две линейки от компании Chakra Liquid Lab Спасибо компании и производителю Chakra Liquid Lab за предоставление всех своих жидкостей на обзор Всего у ребят три линейки, одна из семи вкусов, еще одна из двух, еще одна из одного Сегодня мы рассмотрим три вкуса, это две линейки Ссылки на ребят будут доступны в описании А также в описании будут тайм-коды каждой линейки Итак, начнем мы, пожалуй, с Boa Juice Вообще, в 70-х годах, если не ошибаюсь, в 70-м или 69-м, вышло первое светское аниме Или, как говорит компания-производитель, аниме Где чуваки пили лимонад, который назывался Boa И они решили сделать жидкость со вкусом яблочного лимонада Выпустить ее в 100-миллилитровых таких прикольных флакончиках и тоже называть ее Boa Сзади мы видим этикетку, на которой написано состав Глицерин, пропилен, гликоль, что это 70 на 30 ВГПГ И объем 100 миллилитров, крепость 2 миллиграмма на миллилитр Бутылочка стилизована реально под такую лимонадную бутылочку, стекло с крышечкой такой характерной Ну, прикольно, единственное, что я пока не знаю, как это нормально на улице условно парить Крышка здесь такая же, как на многих виноводочных изделиях и якобы имеет контроль первого скрытия Но контроля первого скрытия здесь нету, потому что крышка откручивается вместе с контролем первого скрытия И, кстати, сюда для эту резьбу идеально подходят пипеточки от 15-миллилитровых премиумных жидкостей Она реально держится, в принципе, можно так ходить Как мы уже сказали, Боа – это кисло-яблочный лимонад с нотками полыни Крепость 2 миллиграмма, не знаю, есть ли там другие крепости Объем 100 миллилитров и стоимость 800 российских рублей Ну что ж, попробуем? У меня уже заправа Итак, что сказать по этому вкусу Ну, это действительно яблоко, причем яблоко очень похоже на натуральное В послевкусии реально яблочное, как будто ты съел яблоко Жидкость действительно кислая и действительно похожа на яблочный такой лимонад Ну, фиг знает, я люблю яблоки, реально люблю яблоки И мне жидкость понравилась То есть она реально вкусная, такая яблочная Вот прям самое, что ни на есть яблочное Такое яблоко яблоком, хорошее, твердое, сочное, кислое яблоко С нотками полыни, кстати, да, не без них Полынь тут присутствует, но очень слабо Я терпеть не могу полынь, просто ненавижу Ну, я, честно говоря, никогда не ел полынь Не знаю, какая она должна быть на вкус, я знаю только, как она пахнет В принципе, полынь здесь есть, но она так Если вы не знаете, что здесь есть полынь, я, в принципе, не почувствуюсь Она идёт таким лёгким ветерком в вкусе Основной это, конечно, кислое яблоко Но жидкость явно интересная Подача интересная Жидкость дешёвая Жидкость прикольная Поэтому я, в принципе, буду и советовать Сам бы я, наверное, ещё не купил Ну, исключительно по причине того, что я не люблю яблоки А так, качество на уровне Жидкость мягкая Никотин хороший Ну, вот, как-то так Единственное, что, конечно, неприятно То, что надо иметь свою пипетку Для того, чтобы закапать её и постоянно что-то таскать Перекручивать Или переливать куда-нибудь Да, или переливать Вот это, как бы, такой небольшой минус Ну, ладно Перейдём, в принципе, ко второй линейке Вторая линейка – это блок-блок Потому что сейчас тут два блока Но вроде бы они хотят сделать больше блоков Этикетка такая, знаете, как лего с пупырышками нарисованными Ну, и блок-надпись стилизована под надпись лего В принципе, как не трудно догадаться Лего собирают вместе Вместе А эту жижу тоже надо собирать вот так вот вместе Её, конечно, можно парить по-разному Но, ну Производители советуют Производители советуют Миксовать её прямо в дрипке Да Причём на цену Цена на пак из двух жидкостей дешевле Если не ошибаюсь, на 100 рублей Чем каждой по отдельности покупать То есть, каждая по отдельности стоит 500 рублей А вместе они за две стоят 900 рублей Жидкость поставляется в 60-миллилитровом флакончике Есть крепость 0,3 Причём крепость отмечена маркером на самом флаконе На этикетке И маркер этот, ну, либо тут не проставлен Либо стёрся Но чувствуется, что это тройка Соотношение пропиленгликоля и глицерина 70 на 30 Теперь про сами вкусы Сами вкусы Это не какие-то там минимальные миксы хотя бы Или что-то в этом роде Это фактически сингл вкусы Как нам говорили на ВНКОНЕ Это кислый киви и прохладная клубника Или как-то так Ну, по факту это просто киви и клубника Довольно интересные киви и клубника Однако, тем не менее, это просто сингл вкусы Да, у ребят просто получается интересная концепция подачи моновкусов Но интересных моновкусов Да, то есть эта клубника не самая банальная Она какая-то такая не такая сочная Более настоявшаяся, более такая приторно подбродившая условно Но это прикольная, реально прикольная клубника Не чувствуется, ну, для любителей самозамеса скажу, что это не страубери райп Потому что страубери райп подаёт сочностью А вот эта вот, это такая крепко сбитая, что ли, клубника Для любителей самозамеса это не дабл киви Это какой-то просто прикольный кислый киви По отдельности вкусы, ну, такие Опять же, опять же, не сочный Да, не сочный, киви не сочный У них вкусы, ну, как нам показалось, не сочные По отдельности они, ну, не такие интересные на самом деле То есть, ну, что там, просто клубника, просто киви Ну, как-то не так интересно То есть, попробовав по раздельности, вы весь прикол этой жижи не почувствуете Но прикольно её заливать вместе, сразу То есть, вы заливаете, я вообще заливаю На одну спираль мы хреначим киви На другую, эту чёртову клубничку Кстати, если вы не понимаете, что это за вкусы Здесь сбоку, на этикетке, нарисовано с одной стороны киви на зелёный И клубника на красный Поэтому вы точно не перепутаете, даже если вы не понимаете цвета киви и клубники То есть, сказать, что микс из двух вкусов Получается, напрядок интересней, чем каждая по отдельности Ну, или напрядок интересней, чем можно представить, как они будут вместе В принципе, если вы знаете жидкость Farley Gnarly Sauce от Bad Drip То вы поймёте, в принципе, какого она вкуса Ну, действительно, интересные Жвачки тут, конечно, нет, но концепция, в принципе, понятна Также ожидаем, что будут скоро больше этих блоков Каких-нибудь интересных Потому что, ну, пока самые простейшие киви и клубника И они реально очень классно вместе Как должны быть Как будто бы это реально какая-то отдельная жижа Но вы капаете из разных пузырьков Ну, и реально, вот концепция очень прикольная, в принципе Плюс, они дешёвые 500 рублей за 60 мл, это, ну, сравнительно копейки При нормальной цене где-то в 400 рублей за 30 мл В принципе, я скажу, что мне эти жидкости понравились И как и по отдельности, довольно интересные киви, довольно интересная клубника Так и вместе Вместе я даже не ожидал, что это будет настолько интересно Так что я бы советовал попробовать Вернее, наверное, я бы даже советовал подождать следующих блоков И попробовать сразу всё вместе Но поскольку доступно пока только два То довольствуемся малым Ну, я доволен, я доволен Будем ждать, что скоро появятся новые блоки И нам их тоже пришлют Спасибо компании-производители Chakra Liquid Slab За предоставление всех своих линейк на обзор Ждём третью линейку А пока мы с вами прощаемся Спасибо за... До новых встреч То, что посмотрели эти видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал, комментируйте Делитесь с друзьями Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok